всем привет сегодня не было настроения ничего снимать днем поэтому чтобы вы меня не ругали что я вообще пропал ну думаю вам ночью немножко сниму мы сегодня день провели с семьей ну в общем как то так вот такие вот дела знаете даже как-то мысли не вяжутся не не знаю у меня я вам сейчас небольшой обзорчик как как всегда сделаю ну и на этом все потому что я не знаю что вам рассказывать смотрите ребята перепелочки не знаю сегодня вот прям как будто вот так по щелчку они оперились вот прям как-то так прям кажется вчера были такие пенечки на них а сегодня они вот такие прям полностью полностью беленькие все все перепелятки в порядке все на месте тот один перепеленок с вот такой вытянутой шеи он так и ходит но кушает пьет и скорее всего это тот которого я уронил а так у них все нормально все нормально я знаете я им водички наливаю кушать насыпаю и на этом все потому что пеленок у них нету и у них абсолютно сухо и чисто и ну как бы визуально визуально они стали немножечко пушистей хотя так как они едят много и пьют много то помет у них не такой крутой как у обычных перепелят а такой более жил жидкий как у обычных бруляных птичек но я связываю это с тем что они много кушают поэтому много пьют и вот по этой причине он у них не такой крутой и бывает что они гадят прям можно сказать друг на друга и поэтому некоторые птички немножечко замазаны а так все нормально все нормально скоро будем их опять взвешивать ну я вам все это покажу а так немножечко пообщипывал вот эти на лапках катышки у них просто за ними за всеми понаблюдал вроде все шустренькие активненькие он ведь эти два маленьких мне написали в комментариях что они из-за того что на сетке вот эти маленькие катышки сами с них поспадают потому что новые как бы не накатываются но не налипают не нарастают поэтому можно даже не снимать но я если вижу снимаю так как они оперились я им немножечко снизил температуру у них 30 теперь но они визуально уже большие если так сказать да так что я думаю что можно уже и снять им я так не скажу 12 или 13 дней но они вот уже прям крупненькие хорошенькие растут нормально так что думаю что будут нормальненькие но я имею ввиду к моменту начала яйцекладки вот этот критичный возраст о котором мне писали что покупали у нее тоже яйцо и на 10 день все передохли я как бы этот момент мы пережили вместе с перепелятками и вроде бы они визуально все здоровы то есть абсолютно выглядят хорошо толстенькими не поносят то что у них чуточку жиже по ну как бы помет это не понос это вот ну как бы видите они все ничего не видно да они все чистенькие это важно так что вот так клеточка все больше и больше наполняется ну из-за их роста ну а так пока им не тесно сейчас буду уходить водички им еще долью новую в этом много писали вариантов что и банку трехлитровую можно типа вот тут же ж место есть просто именно дверка узкая крышкой закрыть боком поставить а там накрыть можно на самом деле спасибо за идеи но пока три раза в день им водички хватает завтра или послезавтра я уже подключу бочку ну поение вот такое вот такую бочку подключу она же точно так включается и подсоединю никто не сидит уже на пеленке уже можно подсоединить сегодня я тут ничем не занимался покормил утром и покормил вот ну как бы сейчас и все днем долил воды досыпал корма кормушка в этих брудерах она по размеру не очень большая это не бункерная кормушка долг но длительного кормления это вот такая вот кормушка которой им хватает ну если полный насыпать то хватает на день потом второй раз полную насыпаешь и хватает на ночь потому что сюда вмещается вот одна вот такая вот кружка литровая ну может чуть больше то есть если ты ее с горой наберешь то вот она полная вмещается так что корм я сюда подсыпаю регулярно ну вот так а вот эти знаете у меня же там три ухи и люйки сидит с петухом две ухи и люйки и мараниха и сидит там три пушистых петуха их пересадить нужно в загончик где сидели где сидели это где сидели индюки ну сейчас последнее время там сидел один индюк а в этот большой загон там ведь лампа красная открыть вот этот аквариум и посадить вот этих всех цыплят они под лампой будут греться ну и будут по всему загону ходить как быстро это нужно сделать это нужно сделать в ближайшее время до момента как выведутся цыплятки ну перепелятки в инкубаторе а это тоже я вам сейчас не могу сказать я каждый момент так прям все в голове не держится ну это можно все посмотреть и как бы я не переживаю что там что-то пройдет не так но вот так а вот эти в цыплятки то есть эти пойдут туда на пол лампы им включу и у них все будет нормально уже все-таки как-никак весна сильная мороза в лету а ночной ночной ноль абсолютно им не страшен потому что будут сидеть под лампой а вот этих пузырей пересажу в этот ну в тот деревянный брудер где сидит сейчас одна курочка она уже отлично бросла и я думаю что ее можно вернуть туда в общую семью единственное что там сидит вот три петуха два вот этих как бы подванчиков и один же бентамка и вот конечно то что их там трое вот ну я за это переживаю еще пока вот за них заговорил за кур вот эту курочку которая сестра дульки андреевны ее нужно убрать потому что хоть она и у нее рано зажила но ну короче я вам не буду показывать вот они ее погрызли в области клоаки и она зажила все но она там все выглядит не так как положено она не несется и она такая вся вот сзади загажена ну и мне не нравится поэтому она толстенькая хорошенькая но я ее буду убирать буду забивать несколько петухов от карликовых кахенхинов и ее тоже вместе с ними уберу так что ну вот тут все в порядке и до одного даже вот этот которого мы выковыривали и из этого из яйца все шустренькие и активненькие в общем они пойдут туда в брудер а та курочка пойдет ну пойдет в общий двор это уже пора сделать давно так что нужно но как пора давно не то что давно было бы лучше если бы она давно уже там жила но так как мы ей ждем пока у нее зарастет спинка то ну вот дотянули ее до этого до этого момента насколько я так плюс-минус примерно помню где-то месяц назад ей обклевали спинку цыплята же мо мелкие те которые на полу сидят ну и за за это время она отлично заросла тихо тихо становись сюда встань вот все то есть выглядит абсолютно отлично ой не показываю вам ее выглядит абсолютно хорошо вот перышки уже такие прям хорошие ну блин знаете даже если если ее еще страшно будет выпустить к ним то можно просто посадить в королячу клетку на улице уже не холодно пусть посидит пусть это пусть посидит там еще немножко пока это перышки еще дорастут но сюда пересажу лампа тут есть я просто выкрутил а я наверное там тоже выключил до выключил включу и тут сарай тепло и те цыплята посидят тут еще немножко пока не поедут в общей в общий двор ну или в общий загон 6 яиц забирал и вот седьмое вот так я яйцо собираю в инкубатор это сегодня четыре дня я буду собирать 8 ну или 10 дней этот сильно длинный срок но я хочу как можно больше насобирать что будет то будет какой будет оплодотворенная какой нет короче это не страшно так что вот так и еще знаете вот отсоединили поросят смотрите как бы пузатый 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 это все поросятки овсянки и один ни в какую не хочет не есть не пить так я протер камеру показалась мне мутноватая съемочка вот этот поросенок не хочет ни есть не пить то есть он видит где корм он видит где водичка сейчас буду менять им воду на ночь и вот он так кучу вроде лезет не думайте что он умрет с голоду как бы это но не страшно что он не ест но просто вот некоторые поросята по разному отвыкают от свиноматки привыкают к новому корму то есть как бы все поросятки отлично отреагировали на отъем а этот ни в какую вот прям хабака позападали и он дать до последнего что-то ждет вот что ты ждешь бери да кушай да пей ну в общем вот такой эти все эти вообще вот квадратные манкины поросята от зайца просто просто реально квадратные я не знаю ну как бы все поросята получается поросята от коржака а он же не вьетнамец длинный и они такие длинные ну и ну как бы не сильно широкие худенькие а манкины даже какие худые вот те которые худенькие вот короткие куция и прям вширь особенно особенно три штуки которые которые самые крупные вот этот вот и вот этот белый вот тут такой прям ну широкие широкие сарделины ну а то бздюха прям не могу на него смотреть что ты ждешь что ты ждешь эти два так тут и сидят аппетит отменный молока валом поэтому настроение у них такое поел поспал поел поспал никаких попрошайничества у ну как бы у свинки дай молока дай молока нету как было когда они были все такие на нас на легке подошли поели с такой неохотой пошли назад поспали проснулись опять поели короче все хорошо она прям мама мама носик прям туда к ним пхнет да переживает чтоб не забрал скажи и так меня напугала напугала напугал скажи да ну вот так что вы сардельки вот такие сапогиня все облизали да да такие вот такие вот дела сегодня что вы девчатки поели толстенькие до красотулечки сардельки такие эти тоже отдыхают поели чуть не доели но и прям много сыплю думаю ешьте ешьте прям широкие хорошие в общем все хорошо отправил сегодня 500 яиц ну это я так округлил четыреста шестьдесят если быть точным отправил четыреста шестьдесят яиц еще у меня так ты чего тебя застряла курочка застряла помог осталось а ты чё так завалилась во может там конечно еще есть сообщение я сейчас проверю приду ну как бы я вот опять же начал собирать я сегодня опять как у меня был небольшой такой ролик что я пришел ну то ли шорс я снял и стоял прям над перепелками ждал когда они мне снесут яйцо потому что не хватало для ну в посылку и нужно было отправлять и сегодня была такая же ситуация мы планировали поехать ну нам нужно по делам было отъехать и ну как бы думаю заедешь на почту сразу и отправлю посылки а я и все нет и нет мне надо три яйца они не несут и все и я сюда раз пришел второй раз пришел третий раз пришел и и собирались поехать в обед а поехали в два часа но в два часа пришел а тут одновременно 10 штук так что в общем вот так и такое бывает если кто-то хочет яйцо на инкубацию пишите мне в инстаграм инстаграм есть в описании о канале там есть ссылка и да я думаю много кто подписан и так так что переходите пишите 44 гривны яйцо на самом деле это очень дешево я немножечко ну перепелочки старенькие и я их немножечко откармливаю яйцо ой ну комбикорм для несушки он предназначен больше для того чтобы формировалось яйцо а ну как бы перепелки в возрасте реально в таком солидном как для перепелки очень очень солидный возраст им им будет через месяц год то есть им 11 месяцев они исправно несутся яйцо хорошего размера ну скорлупа плотная прям хорошая то есть кормятся они хорошо абсолютно в свободном доступе у них корм в любом ну сколько хотят столько и съедают но мне кажется что все равно некоторые курочки от интенсивности своей яйцекладки от интенсивной работы по очень ну как бы уменьшили в весе то есть вот визуально одни ну они вот лысоватые видите и одни прям такие толстенькие вот прям сбитые такие комочки а некоторые выглядят немножко худоватыми и я ну это я уже засыпал не знаю вы видели не видели я им начал не знаю наверное уже неделю что ли стал начал давать комбикорм для вот тот что купил для перепелят бролерный и вот так чередую так как все-таки бролерный он не полноценный по составу для яйцекладки поэтому полностью на него перейти нельзя но я немножечко чередую вот досыпаю насыпаю там например один раз в день перепелка его и два раза в день насыпаю гонишь ли хушки так что ну как то так такие вот дела здесь тихо на эти молодежь этим этим тоже сыплю эти выглядят примерно примерно также одни толстенькие одни выглядят худенькими вот те которые худенькие работают лучше чем те которые толстые это так всегда потому что толстые видно едят работать не хотят да вот и пузырьки и вот этот прям красавчики вот такие дела обормоты пойдете гулять кстати сгорела лампа от выключания это нужно прекращать то есть уже сегодня включил это новые крутил а себе думаю надо прекращать я я включаю и вчера включила сегодня чтобы за ну как бы заснять ролик без лампы тут как-то серо да но уже не буду может надо им включить обычную беленькую лампу чтобы их было виднее да ну посмотрим как выпустить вас никого не продал но есть небольшой заказ на параша то у людей нет возможности приехать прям вот в ближайшие дни но через несколько дней должны приехать и забрать парочку ну вот так выходите сделайте пробежку небольшую давай какие сарделины хорошие еще вы начали писать что вот эту свинку которая сердечко на спине вот эту проверить на количество сосков и если что оставить на свиноматку ни в коем случае друзья во первых очень очень много минусов которые не в пользу того чтобы они были свиноматками во первых они болели это самый главный минус при котором никого из этих поросят нельзя оставлять на свиноматку во вторых коржик не вьетнамец поэтому это второй минус нет смысла в таких свиньях вот как вам этот момент объяснить они и не вьетнамцы то есть это не те поросята которые не будут не будут трогать полы то есть грязь стены эти будут то есть я вам говорил что коржик вырыл яму и пэпы да вот и эти поросята будут такие потому что они не вьетнамцы ну и покупать что-то как бы среднее между вьетнамцем и обычным тоже ну какой смысл ты или держишь вьетнамцев или держишь не вьетнамцев так что ну нет никакой нет никаких плюсов в сторону того чтобы кого-нибудь из этих поросят оставить на свиноматку все поросята какие бы они не были вам красивые хорошие пузатенькие они все не пригодны к размножению только на мясо ну вот это конечно ну пока они маленькие милые хорошенькие а потом вырастают обычные свиньи которые без какого-то угрызения совести люди спокойно забивать на мясо потому что кушать надо это не домашние любимцы это все сельскохозяйственные животные которые только над корм ну вот так да ребятня тоже знаете одни такие прям попузатей хорошенькая дни похудея при том что к кормушкам и к поилкам у всех свободный доступ абсолютно да вот такие вот пироги как пляшет весело тебе до кружку нужно отмыть потому что уже кашу не сыплю это от вареной каши поприсыхала то жирное что-то в кашу попадалось то рыбьего жира доливал и такая кружка жирная надо ее нормально помыть потому что ну вот так чисто работать получше да сардельки ты кабанчик кабанчик просто заказаны две свинки надо это надо наверно тоже так продать одну светленькую одну черненькую парочку и будет хорошо ну вот такие дела будем загонять до кыш давай зашли а ну быстро зашли 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 ага загонишь их им весело им нравится погулять кыш кыш ребятня кыш давай давай себе домой давай 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 бегом 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 а ну назад 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 но нет 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 вот зараза убежал еще один так детство и волшебную метлу вот я вам об этом и говорил чем чаще чем больше я их выпускаю тем наглее они становятся кыш наглые баботы кыш давай сардельки скоро уже застрянете в собачки такие кыш все семейка какая вот такие дела что по этим цыплятам мне кажется по какой-то причине знаете возможно вот это яблоко и вот капуста их немножечко отвлекает не знаю или отвлекает или пугает мне кажется они как-то постепенно понемножку обрастают перышками не все но вот у некоторых вот крылышки так хорошо спинку закрывают и просто ай они не видят вот этих пеньков и не лезут щипать ну и плюс то что я выключаем свет то есть я сейчас уже буду уходить поэтому ну как бы у них получается вот так то есть у них прям темно свет у них попадает ночью только вот из брудером и на протяжении дня также нет вот этого яркого красного света поэтому может из-за того что темного стенка они может из-за этого не так не так активничают по поводу выдергивания друг у друга спинок но вот еще месяцок и в апреле месяце они пойдут на улицу гулять думаю что тогда они вообще будут как бы лучше себя вести там камушек жучок червячок какой-то как бы и ну будут просто отвлечены трава пойдет буду им кидать травы как бы их немножко занять думаю что со временем зарастут потому что ну тогда будет занять им побольше и по идее эти же курочки ну вот их уже видно курочки они уже прям хорошо виднеют вот курочка стоит они уже должны начинать нестись где-то в мая потому что прошлое бентамки у меня в пять месяцев и начали нестись а эти как бы весна вот так день удлиняется эти могут еще раньше начать нести и вот этих теме соединять боюсь по причине того что эти клюются а те нет вот эти испортят мне тех цыплят так что будут жить отдельно а пуховые конечно паразитки по-другому не их не назовешь потому что они тут щипаются больше всех ну вот такие вот дурынды все друзья всем большое спасибо за просмотр ну и всем пока пока не не трогай лампу вот эти паровозики нескончаемые все сейчас поилочки поменяю водички свежей налью и пойду домой все всем пока пока